Добрый день, уважаемые зрители. Медгемоглобин имия – это редкое заболевание, и обычно оно в поле зрения клиницистов попадает только в тяжелую форму, поэтому реальная заболеваемость неизвестна. Ранее в нашей клинике уже наблюдался пациент, у которого дважды развивались эпизоды медгемоглобин имия с интервалом в два дня, но они разрешили самостоятельно на фоне ингаляции кислорода. Мы сразу не смогли выявить причину этого явления, однако в дальнейшем узнали, что пациент принимал альмагеля, а в состав этого лекарства входит бензокаин, который может вызывать такое осложнение. Но медгемоглобин или гемеглобин является продуктом окисления двухвалентного железа в составе гема до трехвалентного, при этом он теряет способность связывать и транспортировать кислород. Этот процесс происходит постоянно. Выделяет три группы причин. Это автокисление, реакции с эндогенными свободными радикалами и экзогенными химическими веществами. Обычно в норме не происходит накопление медгемоглобина, поскольку эритроциты восстанавливают окисленный гем в 200-300 раз быстрее его спонтанного окисления. Есть два механизма восстановления. Первый, неферментный, связан с прямым восстановлением или же связыванием окислителей до момента их воздействия на гемоглобин. Соединения, которые восстанавливают медгемоглобин, это аскорбиновая кислота, глутацион и другие. На долю аскорбиновой кислоты приходится 12-16%, а глутацион – 9-12% восстановленного гемоглобина. Второй механизм реализуется через разные ферментативные системы. Главный физиологический путь восстановления использует тахром-B5-редуктазу, это НАТ-H метгемоглобин редуктаза. Это примерно 70% восстановленного гемоглобина. Вторая система связана с ферментом НАТ-H метгемоглобин редуктаза и не является физиологически активной. Но она может быть усилена в 5 раз экзогенными кофакторами, такими как метиленовый синий. На ее долю приходится 5-6% восстановленного метгемоглобина. Если не происходит дальнейшего образования метгемоглобина, то все системы вместе снижают его содержание со скоростью примерно 15% в час. Как возникает метгемоглобина? Обычно в норме содержание метгемоглобина где-то 1-2%. Но развивается в случае относительной или абсолютно недостаточности восстанавливающей систему в эритроцитах. Они бывают врожденные и приобретенные. К врожденным относят несколько видов, но обычно они связаны с дефицитом тестохрома B5-редуктаза. Это аутосомное рецессивное заболевание и обычно наблюдается у изолированных групп населения, в частности у венков и Якутии. Типичным клиническим проявлением является только цианоз. Приобретенные метгемоглобины мини встречаются чаще врожденных. Они возникают при избыточном приеме препаратов или токсических веществ, но могут развиваться и при использовании стандартных доз. Риск развития острого метгемоглобина мини в повышенном уносителе врожденные недостаточности цитохрома B5-редуктаза и у младенцев, особенно недоношенных. К группе риска также относят пожилых людей. Вызвать метгемоглобин мини могут разные вещества, представленные в таблице. Из интересующих нас лекарств это местные анестетики, в первую очередь бензокаин, которые используются для анестезии слизистых, в том числе при эндоскопических исследованиях. Из веществ, присутствующих в окружающей среде, это нитриты и нитраты. Извините. Как часто встречается? Заболеваемость метгемоглобина мини, связанная с бензокаином, не очень большая. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и ФДИ сообщает, что с 2009 по 2017 год отмечено 119 случаев с четырьмя летальными исходами, в том числе у одного ребенка. В представленной серии 28 тысяч трансэзофагиальных эхокардиографий выявлено 19 случаев метгемоглобина мини, вызванных бензокаином. Это 0,67%. Она чаще встречалась у пациентов с сопутствующими заболеваниями, анемией, признаками активной системной инфекции. В следующем исследовании 95 тысяч эндоскопических процедур выявлено 33 случая метгемоглобина мини, и основным фактором риска ее развития была госпитализация. Что касается альмагеля, содержащей бензокаин, то в доступной литературе нам удалось обнаружить только три сообщения о развитии острого метгемоглобина мини на фоне его применения. Все они были связаны с наличием повреждений слисты и верхних отделов ЖКТ. Первое – это была эрозия пищевода, желудка и точка кишки после панкреатодональной резекции. Второе исследование, вторая работа – это состояние после двух сеансов аргоноплазменной деструкции очагов пищевода Барретта. Третье – это баллонная дилатация просвета пищевода ребенку 5 лет 11 месяцев. Механизм, с помощью которого местные анестетики вызывают метгемоглобинамию, не ясен. Бензокаин не окисляет гемоглобин напрямую. Гипотетическое объяснение включает, возможно, присутствующий растворитель или изменения в метаболизме печени, которые способствуют выработке метаболитов с окислительным потенциалом. Это подтверждается наблюдениями, что последующие воздействия того же местного анестетика обычно не приводила к метгемоглобинамии. Ну, какие проблемы? Ну, метгемоглобинамия вызывает гемическую гипоксию. В присутствии трехвалентного железа происходит смещение кривой диссоциации оксигемоглобина влево, представлено на слайде, и ухудшается отдача кислорода в тканях, как следствие развивается метаболический ацидоз. При хроническом заболевании возникает компенсаторный эритроцитоз, а при острой метгемоглобинамия организм не успевает быстро повысить кислородную емкость крови, фактически происходит шунтирование, то есть часть сердечного выброса расходуется в пустую, что может приводить к остросердечной недостаточности и летальным исходам. Какие клинические проявления? Ну, в первую очередь, цианоз. Он характерен для метгемоглобинамии, но не специфичен. Его выраженность коррелирует с общим количеством метгемоглобина, а не процентом, и определяется при содержании больше 15 грамм на литр. То есть один и тот же процент метгемоглобина при эритроцитозе будет усиливать цианоз, а при аномии его маскировать. Поэтому люди с аномией при развитии метгемоглобинамии могут иметь более тяжелое состояние, несмотря на отсутствие цианоза. Метод диагностики. В первую очередь, предположить метгемоглобинамии можно при наличии необъяснимого цианоза кожи и слизистых резистентного к ингаляции кислорода. Стандартная пульсоксиметрия не способна выявить эту патологию. В связи с тем, что метгемоглобин поглощает как красный, так и инфракрасный свет, ложно заниженное значение СПО2 наблюдается при истинном значении артериальной сатурации, превышающей 85%, в то время как ложно завышенные показатели наблюдаются при значении артериальной сатурации ниже 85%. При очень большом количестве метгемоглобина СПО2 неизменно считается как 85%. Проблемой решается использование дополнительного количества длин волн в пульсоксиметре, но пока технология дорога и не вполне надежна. При взятии образца крови на анализ обращает на себя внимание шоколадный цвет пробы. На этом основана простейшая прекратная экспресс-диагностика. Капли крови наносятся на белую абсорбирующую бумагу и сравнивают с цветовой диаграммой. При анализе артериальной крови на газоанализаторе выявляется высокое парциальное давление кислорода, обычно больше 100 мм втутного столба, на фоне кислородотерапии. Это сразу исключает истинную гипоксимию. Выявляется также выраженное несоответствие между высоким парциальным давлением кислорода и низкой сатурацией СПО2. Этот феномен называется разрыв насыщения и ПАО2. То есть ПАО2, saturation gap, так называемый, и указывает на гемоглобинопатии. Из-за этого могут возникать ошибки в результатах газоанализа. Большое количество анализаторов газа в крови, особенно портативных, не измеряет напрямую долю оксигемоглобина, а рассчитывает, исходя из напряжения растворенного кислорода. Эти расчеты предполагают отсутствие патологических гемоглобинов и сдвигов кровевой диссоциации. Этих недостатков лишен метод кооксиметрии, где для каждой из форм гемоглобина выделена своя длина световой волны в соответствии со спектром поглощения. Некоторые приборы интерпретируют все показания в диапазоне 630 нанометров как метгемоглобин. Поэтому ложноположительные результаты могут встречаться в присутствии других пигментов, включая метиленовый синий. Это усложняет лабораторный контроль пациентов, получающих лечение метиленовым синим. В этом случае повторное измерение уровня можно сделать с помощью цианидного метода Эвелин-Малой, однако он не всегда доступен. Дивдиагноз надо проводить с повышением уровня карбоксигемоглобина и сульфогемоглобина, которые также являются аномальными гемоглобинами и не могут быть обнаружены пульсоксиметрии. Они также опасны для жизни при высоких концентрациях. Ну, как лечить? Пациенты с острым метгемоглобинами должны получать постоянную ингаляцию кислорода, чтобы сделать его доставку тканям максимально возможной. Необходим кардиомониторинг и наличие сосудистого доступа. Большинство пациентов с легкой метгемоглобинами, меньше 30%, не требуют лечения. После прекращения воздействия повреждающего агента, уровень метгемоглобина нормализуется в течение 12-36 часов. Пациенты с метгемоглобинами больше 30% или имеющие симптомы гипоксимии должны получать лечение антидотом. Обычно для этого используют метиленовый синий, реже аскорбиновую кислоту. Введение метиленового синего начинается с 1-2 мг на кг в течение 5 минут. Клиническое улучшение должно наступить в течение нескольких минут, цианоз исчезнет в течение часа. Повторное введение можно сделать через 60 минут, если уровень метгемоглобина остался высоким. Однако отсутствие эффекта от первого введения может свидетельствовать о врожденной недостаточности глюкозы-6, фосфатодегидрогеназы. Метиленовый синий противопоказан пациентам с дефицитом этого фермента. Эта патология наиболее распространена в тропических и субтропических зонах восточного полушария. Но сейчас может встречаться, конечно, и у нас. Метиленовый синий является мощным ингибитором мунаминоксидаза, поэтому может взаимодействовать с серотонинергическими препаратами, в том числе антидепрессантами, вызывая серотониновый синдром. Метиленовый синий входит в примерный перечень ввоз основных лекарственных средств, поэтому должен быть в каждой клинике. В общем виде логоритм лечения острым гемоглобиномии представлен на экране. Побочные эффекты метиленового синего включают дезурии, загруденные боли и беспокойства. Не рекомендуется вводить больше 2-3 доз метиленового синего, то есть это 5-7 миллиграмм на килограмм в течение первых 2-3 часов, потому что он сам может вызывать окисление при слишком быстром введении и приводить к метгемоглобиномии. Если токсический агент поступил в организм в больших количествах и происходит его персистенция, то через 4-12 часов может происходить отскок, то есть повторное нарастание метгемоглобиномии. Аскорбиновая кислота восстанавливает метгемоглобин довольно медленно. Доза от 0,5 до 1 грамма каждые 6 часов можно вводить внутривенно или перорально в сочетании с метиленовым синим. Если использование метиленового синего невозможно, допускается внутривенное введение до 10 граммов однократно или в виде нескольких доз. Гипербарическая оксигенация или обменное переливание крови используют у пациентов с дефицитом глюкозы-6, фосфатодогидрогеназы или тех, кто не отвечает удовлетворительно на метиленовый синий. Далее представлю два клинических наблюдения. Первый случай. Это пациентка 57 лет, находилась на лечении у нас по поводу муцинозного рака червеобразного отростка. 14 февраля была выполнена обширная циторедуктивная операция, объем представлен на слайде. После операционного периода развился некроз стенки желудка и 18 февраля ей была выполнена парциальная резекция желудка. В дальнейшем у нее возникли двусторонняя нижнедалевая пневмония, двусторонний гидроторекс, тела в субсегментарных артериях. Ее лечили антибиотиками и антикоагулянтами. При контроле МКТ от 1 марта на фоне регресса тела выявлен тромбоз притока верхней брежеечной вены. Консультированный сосудистым хирургом, в связи с жалобами на изжогу и боли в эпигастре, стал получать нотоцидные препараты, в том числе Альмагель-А. 10 марта в течение нескольких часов появились жалобы на нехватку воздуха. При осмотре выявлен акрационоз, при дыхании воздуха по 2,80%, при дыхании кислородом 84%. Выполнены КТ органов грудной клетки, появление пристеночной тела сегментарной артерии и ее ветвей. Пациентку перевели в реанимацию, при поступлении в 11.45%, она в сознании предъявляет жалобы на одышку и общую слабость. Гемодинамика стабильная, частота дыхания 22%, СПО2 72% при дыхании воздухом, 82% на фоне ингаляции кислорода через лицевую маску. Выявлен необычный шоколадный цвет проб крови. Анализы газа в крови представлены на слайде, в правой части. Состояние было расценивано, какого устроения гемоглобин имеет средней тяжести. Пациентке было введено 500 мг аскорбинной кислоты внутривенно, двукратно, с интервалом 4 часа. Через 5 часов после поступления, на фоне продолжавшейся ингаляции кислорода, СПО2 достигла 96%. Но через 8 часов после поступления, на фоне стабильной гемодинамики и темпы дюреза, отмечено снижение СПО2 до 91%. Ну, такой отскок. С подъемом до 98% в течение последующих 8 часов. К сожалению, в этот период анализ газа в крови не проводили по техническим причинам. На следующий день пациентка была переведена на профильное отделение в состоянии средней тяжести и выписана 18 марта. Второй случай. Пациентка 69 лет находилась на лечении в нашем центре по поводу уротелиальной гарциномы мочевого пузыря. В течение длительного периода страдает шизофренией и принимает азолептин. Самостоятельно прекратила прием препарата после госпитализации. 23 марта выполнена лапароскопическая цистоктомия с формированием ликокондуида по брикеру. После операционного периода осложнился кишечной непроходимостью, перитонитом, по поводу чего 27 марта выполнена лапаротомия, устранение механической кишечной проходимости. В связи с интернацией купола слепой кишки 1 апреля выполнена релапаротомия с удалением кондуита, двусторонней нефростомии, установки системы контролируемого отрицательного давления. Плановая замена системы контролируемого отрицательного давления 3 и 6 апреля. На КТ органов грудной полости выявлены признаки ТЭЛа. Данные анализы крови также представлены на слайде. В связи с наличием диспетических явлений получал ряд препаратов, в том числе Альмагель-А. При поступлении в операционную на плановую замену системы контролируемого давления 9 апреля обратили внимание на небольшую исполнительность сознания, умеренный акрационоз кожных покровов и слизистых, одышку до 30, СПО-2 было 77% при дыхании воздухом. Тяжелые состояния связались с динамикой септического процесса. Операция выполнялась в условиях общей комбинированной анестезии с инвазивной ВЛ и продолжалась 20 минут. Вентиляция легких с фракцией кислорода 1 на операции сатурация 82%, гемодинамика стабильная. В пробе артериальных газов, взятых на операции в 1-30, выявлено содержание метагоглобина 19,5%. После операции пациентку доставили в реанимацию на продленную. В связи с выявленными острыми гемоглобинами пациентке было введено 500 мг скорбиновой кислоты внутривенно с интервалом 4 часа. Также было выполнено контрольное КТ, исследование органов грудной полости, без значительной динамики. На фоне проводимой терапии состояние улучшилось. Утром следующего дня она была экстубирована и переведена на профильное отделение. Анализируя эти случаи, надо заметить, что при самостоятельном использовании лекарств пациентам всегда можно заподозить передозировку. Однако первая пациентка была организована, мотивирована на достижение результата лечения и четкие выполнения назначения врача. Вероятной причиной развития токсической реакции явилось наличие факторов риска, повреждения слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта и анемии. Во втором случае, учитывая наличие психической патологии на фоне септического процесса и прекращение терапии изолептином, нельзя исключить прием альмогеля без количественного учета. Из факторов риска тяжелого течения и медгемоглобинной мии у пациентки были пожилого возраста на мии и наличие системной инфекции. В обоих случаях выявлялся феномен разрыва насыщения СПО-2 и парциального давления кислорода. При поступлении в первом случае ПО-2,238 мм, это СПО-2,72%. А во втором ПО-2, это парциальное давление 351 мм в столбе, а СПО-2,82%. Хотя такие парциальные давления, конечно, они должны обеспечить стопроцентную ситуацию. В обоих случаях содержание медгемоглобина не превышало 30%, то есть формально это не были тяжелые случаи. Но наличие выраженного коморбидного фона привело к более тяжелым проявлениям. Возможно, на увеличение биодоступности клиренс бензокаина повлиял большой объем и характер этих операций. В литературе нет однозначных данных о дозах бензокаина, вызывающих медгемоглобиномия. У некоторых пациентов для этого было достаточно короткого 1-секундного распыления 20% раствора на слизистую оболочку. Рассчитанная доза составляет 76 до 212 мг. Системный цианоз и медгемоглобиномия у взрослого человека может быть вызвано 150-300 мг лекарств. Пока невозможно предсказать индивидуальную восприимчивость к развитию медгемоглобиномии после воздействия бензокаина. Поэтому некоторые авторы даже рекомендовали отказаться от клинического применения этого препарата. Так, Управление здравоохранения ветеранов США в 2006 году объявило о своем решении прекратить использование бензокаина. В инструкции по применению препарата Аль-Магеля указано, что он может использоваться не больше 8 мерных ложек в день, что составляет 872 мг бензокаина. Рекомендуется ограничить прием семью днями. В связи с риском развития медгемоглобиномии препарат не назначают детям. Вероятно, у некоторых групп пациентов, используя даже разрешенный доз, может приводить к развитию острой медгемоглобиномии, вызывая серьезные осложнения. Это необходимо учитывать при назначении этого препарата. В заключении необходимо сказать, что медгемоглобиномия редко встречается в практике хирургических стационаров, и у специалистов нет настороженности в отношении нее. Но, вероятно, значительная часть случаев не распознается или маскируется обострением течения других заболеваний. Это актуально для пациентов с аномией, ишемическими заболеваниями, сепсисом или другими критическими состояниями. Прямое определение медгемоглобина не всегда возможно, что приводит к задержке проведения специфической терапии, усугубляя гипоксию и ее осложнения. Попытки вылечить гипоксию ингаляции кислорода могут не давать необходимого результата, просто потому что кислородная емкость и так же полностью реализована, кислородная емкость крови. Антидот метилена и аюсиния не всегда имеется в ближайшем доступе. Вероятно, стоит прогнозировать рост случаев медгемоглобиномии, связанных с использованием лекарств будущего. Это может быть связано с несколькими факторами. Рост доступности таких препаратов, увеличение в популяции числа пациентов пожилого возраста или сопутствующей патологии. Часто мы используем комбинации различных препаратов с не всегда предсказуемым химическим взаимодействием. Тенденции к использованию более дешевых препаратов и технологические процессы, производства которых могут соблюдаться менее тщательно. Ну и улучшениями, непсомненно, лабораторной диагностики. Но на вопрос, вынесенные в название выступления, стоит ответить, что медгемоглобиномия в послеоперационном периоде, к счастью, не является закономерностью, но и случайностью в полной мере ее назвать нельзя. Надеюсь, что использование современных технологий, таких как системы поддержки принятия клинических решений, позволит прогнозировать и избегать неблагоприятных сочетаний препаратов или точнее подбирать необходимые дозы в зависимости от коморбидного фона.